Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас заключительное занятие в университете рабочих экспонентов, но не в смысле заключительное, а заключительное занятие осенне-зимнего семестра 2015 года. И, как правило, мы на заключительном занятии обсуждаем какую-то острую проблему, проводим ее в форме семинара, когда присутствующие слушатели университета выступают. Значит, тему на прошлом занятии мы озвучили, обсудим проблему распределения при социализме, раздавались материалы такие, чтобы было посмотреть, вспомогательные, что нельзя может взять сейчас. Ну, а почему мы решили такую тему? Ну, во-первых, я думаю, что периодически, постоянно должны обсуждать и разбирать опыт развития социализма на нашей стране. Позитивные тенденции и, в том числе, отрицательные, даже с той точки зрения, чтобы учесть, потому что, я думаю, не уверен. Ну, во-первых, сейчас обстановка достаточно спокойная, мы можем, так сказать, это сделать в этом, так сказать, зале. Во-вторых, безусловно, не загорали в то время, когда снова придется нам строить социализм и развивать его, и, так сказать, этот опыт нам, безусловно, пригодится. Ну, а для ведения семинарского занятия я, так сказать, прошу Михаила Васильевича начать. Дорогие товарищи, это тема, которая объявлена, непростая, непростая она не просто по той причине, что, так сказать, она представляет собой взгляд в будущее, потому что, на самом деле, это и взгляд в прошлое. Вот положение нашей страны, как страны, в которой имел место социализм, таково, что мы никак не можем превратиться в социалистов-утопистов, потому что мы говорим не только о том, так сказать, что будет, а еще о том, что утрачено временно. Но это только задача наша. А что касается подхода к решению задачи, то есть какие предполагаются вопросы, вопросы нужно затронуть для того, чтобы эту проблему разрешить, ну, строго научно, как полагается в университете, в университете рабочих корреспондентов. Ну, во-первых, надо хорошо понимать, что такое распределение, правильно, в самом случае? Надо понимать, что такое потребность, надо понимать, что такое труд, надо понимать, что такое распределение по потребностям, надо понимать, что такое распределение по труду. И, естественно, раз речь идет о распределении при социализме, надо понимать, что такое социализм. А в плане последовательности, я думаю, надо начать с того, что такое социализм. Потому что в зависимости от того, как понимается социализм, в зависимости от этого, и решение этого вопроса, который поставлен. Вот кто хотел бы выступить на тему о том, что такое социализм, просьба подумать. А прежде, поскольку Виктор Иванович приготовил некую вступительную речь, для того, чтобы можно было войти в эту тему, вот я думаю, что он и начнет спектировать. Ну, а начнем мы с некоторых вещей, которые, скажем, лежат на поверхности. И вот те, кто сидят в зале, я думаю, те, кто успели, хоть ухватить тот период, хоть и пожили при социализме, ну, хорошо знают, что существует два вида распределения при социализме. Ну, во всяком случае, это называлось. Или при коммунизме. Первый по потребностям. И вторая форма распределения по труду. И вот, если посмотреть уже не эту поверхность, а несколько углубиться, то, конечно, начинать надо с того вопроса, который поставил Михаил Васильевич. Что такое социализм? Есть классическое научное понимание. Социализм – это первая фаза коммунизма. Можно сказать по-другому. Социализм – это коммунизм в своей первой фазе. Соответственно, если социализм – это коммунизм, а коммунизму присущее распределение по потребностям, в таком случае социализм, для социализма основной или конституирующей формой распределения является распределение по потребностям. Это первое. Вторая сторона. Социализм – коммунизм какой? В первой фазе. Неполный. Неразвитый. Тот коммунизм, который вышел из недр буржуазного общества и во всех своих отношениях – экономическом, нравственно-политическом – несет остатки, следы, отпечатки этого старого общества, из которого он вышел. Сохраняются, ну, образно, так сказать, родимые пятна. В том числе и вот этот принцип распределения по труду. Значит, социализму уже как первой фазе коммунизма, я, так сказать, делаю ударение на первой, так сказать, части этой мысли, присущее распределение по труду. Соответственно, если мы посмотрим динамики в развитии, ведь развитие социализма идет, развитие коммунизма как идет? От неполного к полному. Соответственно, и формы распределения, которые существуют при старинами, также должны развиваться в этом направлении. Вот это первое. Второе. Я все-таки хочу остановиться на том, как трактовалась официальной идеологией вот эта позиция. Значит, это проблема. Я думаю, опять вернемся к той поверхности, если, скажем так, поднапрячь память, наверное, здесь всплывет, что в официальных партийных документах и пропагандистских материалах всегда говорилось, что основной формой распределения при социализме является распределение по труду. Откуда это повелось? Ну, если взять первоисточник, то это третья, так называемая, хрущевская ревизионистская программа партии. Вот, писалось. Я цитирую. В советской стране притворен в жизни принцип социализма от каждого по способностям, каждому по труду. Это раз. Я также напомню, что именно вот в третьей программе партии говорилось о том, что коммунизм еще только предстоит построить. И тогда называли сроки, что 20 лет мы будем строить. И вот когда построим коммунизм, я тоже цитирую, что распределение по потребностям станет основным источником удовлетворения материальных и культурных потребностей человечества. Ну, соответственно, вся пропагандистская машина стала работать в этом направлении. Вот, я дома нашел учебник политической экономии, он называется «Начальный курс политической экономии» под редакцией Леонтьева «Москва, 1962 год». Там приписочка такая, значительная, знаменательная есть, что этот учебник доработан с учетом программы партии, принятой 22-м съездом КПСС. К сожалению, мне не удалось найти первое издание, но во всяком случае совершенно понятно, как был доработан. То ли, цитирую, утверждается, что социалистический принцип распределения по труду является единственно возможным и необходимым на первой фазе коммунизма. Ну, давайте вернемся опять к марксистско-ленинскому научному определению социализма. Ну, социализм – это первая фаза коммунизма. Если коммунизм присущий, внутренне присущий распределению по потребностям, в таком случае на первой фазе оно тоже является основной формой распределения данного общества. Ну, вот, первая, теоретическая посылка. Второе, значит, что касается, ну, все понимания, распределения. Ну, если, сказать, пошире посмотреть, различают сферу производства, сферу, ну, в политической экономии, сферу распределения, сферу потребления материальных благ. То есть сфера распределения – это такая сфера, которая идет за сферой производства. Ну, упрощенно говоря. Производятся материальные блага, затем они распределяются. Я пока… и затем потребляется. Я, сказать, там есть разделение производственное потребление, скажем, личное потребление, то, что идет непосредственно на нужды кленов социалистического общества. То есть распределение – это та фаза процесса воспроизводства, который идет после сферы производства и, как сказать, непосредственно перед сферой потребления. И что касается потребностей, то я бы сказал так, что есть понимание субъективной потребности, есть все-таки какой-то, так сказать, объективный подход. Ну, вот субъективность – то, значит, по-простому. Вот мне хочется вот это скушать, получить такую-то услугу. Наверное, в политической экономии мы должны от этого подхода отказаться. Я бы все-таки исходил для понимания этого вопроса, так сказать, из цели социалистического производства, которое предполагает следующее, или, так сказать, выражается в чем – в обеспечении полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Поэтому распределение по потребностям, оно должно идти в соответствии с реализацией цели производства. То есть речь идет, во-первых, об удовлетворении тех потребностей, которые способствуют обеспечению полного благосостояния и развитию всех членов общества. Во-вторых, речь идет о всех членах общества. Потому что мы должны понимать, потребности тоже могут быть разные, в зависимости от конкретного человека. Значит, здесь должна быть какая-то количественная мера этих потребностей. Я несколько забегаю вперед, приведу один простой пример. И, я думаю, большинство в этом зале, наверное, в этом участвовали. Как распределяли жилье в советском обществе при социализме, а распределяли в основной массе это бесплатно. Что значит по потребности? Не так, угрубленно, упрощенно понимать. То, так сказать, больше ухватил, то ты получил. У кого, так сказать, в семье была большая потребность, то есть у кого был больший состав семьи, тому больше и полагалось. Приведу, так сказать, очень простой пример, так сказать. Вот я в 83-м году закончил университет, служил в армии и пришел на работу в организацию, так сказать, рядовым специалистом. Встал на очередь, научился в аспирантуре, работал. Встал на очередь, и мне полагалась одна комната, квартира, как молодому специалисту. Прошло ровно семь лет. Меня приглашают. Говорят, вот ты уже в списке тех, а там где-то 5-6 квартир в год предоставляли. Вот ты попался в эту пятерочку, значит, тебе ждет квартира. Я говорю, очень хорошо, только у меня есть жена, ребенок. Ну, все тогда, будет тебе двухкомнатная квартира. Жалко, не успели, говорит, еще одного была бы, как говорится, трехкомнатная. Вот такой небольшой пример. Да вот, не думал, что так быстро будет. Тоже маленький пример, уж в отношении сроков, кто сколько в очереди стоял. Я думаю, что буржуазная статистика не будет приукрашивать то, что было при социализме. Правильно? Ну, вот на сегодня Федеральная служба государственной статистики дает такую цифру. Средний период ожидания, так сказать, в этой очереди советской был 7 лет. Понятно, что кто-то ждал больше 10-15 лет, но кто-то меньше. Но средний был 7 лет. Вот я попал как раз в этот средний период. Так, и заканчивая, для затратки, значит, я, так сказать, посчитал, ну, понятное дело, что не может быть так вот, скажем, 7 ноября совершилась социалистическая революция, и 8 ноября все на 100% стало, так сказать, распределяться по потребностям, все как полагается. До 10-го, на 10-го, выходные, наверное, были, да? Понятно, что начинали с нуля, и эта форма распределения, основная конституирующая форма распределения при коммунизме по потребностям развивалась. Даже несмотря на то, что вот было такое решение, так сказать, съезда, так сказать, попала в программу партии, диаметрально, так сказать, позиция диаметрально противоположная марсийской, ну, так сказать, есть еще и жизнь, есть, так сказать, другие, так сказать, подпорки. Все-таки форма распределения по потребностям развивалась, и жизнь, сама жизнь, так сказать, и те, кто, люди, которые это делали, они, так сказать, название придумали, это общественные фонды потребления. Вот я сделал расчет, так сказать, у меня есть домосправочник, народное хозяйство СССР в 1984 году. То есть, какой удельный вес распределений по потребностям составлял в общем совокупном доходе семьи. У меня получилось следующее, ну, условия, понятно, взял, так сказать, семья, муж, жена, трое детей, поскольку предполагается расширенное воспроизводство. Вот этот справочник, взял цифры, сделал очень сначала упрощенный расчет, при одном работающем, и те данные, которые, так сказать, непосредственно, те блага, которые непосредственно входили в расчет статистики общественных фондов потребления. У меня получилось более 50%. Второй расчет я сделал более усложненный. Ну, как правило, не только муж, а и жена работала. То есть, какое-то время она находилась в отпуске по уходу за ребенком. И также учел те блага, которые распределялись бесплатно по потребностям. В частности, затраты государства на строительство жилья, которые затем распределялись, так сказать, трудящимся бесплатно. Оно в статистику общественных фондов потребления не входило. И ряд дотаций на отдельные виды продуктов и услуг. У меня получилась, опять цифра, более 50%. То есть, даже вот уже к середине 80-го года, ну, если брать, ну, период середины 30-х годов, когда коммунизм был построен, и началось развитие коммунизма на собственной основе. До середины 80-х годов, ну, понятно, война притормозила это развитие. В общем, за очень-то небольшой период у нас больше половины благ распределялись в СССР по потребностям. Я сделал еще один расчет, правда, его пока не оформил. Значит, у нас, так сказать, докерами морского порта и учеными фонда рабочей академии был сделан расчет стоимости рабочей силы. Он потом был уточнен, и, насколько я понимаю, 2011-2012 год. Стоимость рабочей силы составила... Федерный сумм, 164 тысячи. Вот. 164 тысячи рублей при двух работающих, насколько я понимаю. Я взял очень просто. Там ведь расписано стоимость рабочей силы, это стоимость средств существования рабочей его семьи. Вот я взял поименно, включая, так сказать, цифры, так сказать, денежные, так сказать, выражения этих расходов, и сопоставил все то, что распределялось при социализме бесплатно. И опять вышел на цифру более 50%. Пожалуйста, здесь можно, кажется, уже спорить с количественными цифрами, можно, сказать, дать иной расчет, но пока общая тенденция, вот эти цифры говорят о том, что распределение благ в СССР в основном было по потребности. Ну вот я на этом заканчиваю, чтобы дать возможность выступить другим. Семинар, поэтому задача сейчас состоит не в том, чтобы выслушивать то, что здесь будут делать доплатчики, о том, чтобы выступить и свои соображения по этому поводу доложить. Кто желает? Могу я? Пожалуйста, да. Я в целом разделяю прозвучавшие взгляды. Хочу обратить внимание, что распределение с точки зрения трудящихся должно быть справедливым. Вот это понятие справедливости зависит от состояния развития производительных сил, от самих трудящихся, вот как они это представляют. Вот в условиях капитализма, это Маркс подчеркивал, справедливым считается распределение поровну. Вот когда все в угнетенном состоянии, им кажется вот это вот справедливость. Когда они освобождаются от гнета капитализма, то эти понятия справедливости, они же видят, что все по-разному работают, по-разному относятся к труду. Тогда возникает, конечно, вот это равенство распределения, оно кажется несправедливым. И возникает вот как раз то, что мы прошли исторически, это частично идет распределение по труду, а частично через общественные фонды потребления. Вот эта тенденция, значит, увеличения общественных фондов потребления в основном, она, конечно, ее просто в цифрах не показала. Было бы интересно динамику посмотреть, как вот с 36-го года она вырастала, нарастала. Ну, не от нуля, а от какого-то значения и 50%. Ну, можно, наверное, согласиться с этой цифрой. Поэтому, в принципе, здесь спорить не о чем, все абсолютно правильно. Единственное, хотел бы обратить внимание вот на что. Вот распределение по потребностям жилья. Ведь семья, когда получает квартиру, там 5 человек, там дети вырастают, уходят из семьи, и вроде вот эта трехкомнатная квартира, там, или четырехкомнатная, она становится большой для родителей, которые остались одни. Ее надо сдать государству и переехать в меньшую. То есть, должен быть этот жилой фонд, должен быть обобществлен. Частная собственность на жилой фонд приводит как раз к диспропорциям. То есть, получается, с одной стороны, одинокие люди живут в огромных площадях, ненужных совершенно им, а молодежь с семьями ютятся в каких-то комарках. То есть, для того, чтобы вот это распределение было и осуществлялось, общественный фонд, значит, это не в частной собственности должно быть. В расчетах фонда рабочей академии по стоимости рабочей силы, значит, заложено вот это частное собственность на жилье, которое получает рабочие. Это неправильно. Во-первых, Энгельс критиковал это, потому что рабочий при капитализме, все, как класс, он не может иметь частной собственности жилье. Это абсурд. Поэтому ставить в расчет вот эту задачу, что каждая рабочая семья имеет, значит, квартиру в собственности, неправильно. Это прудонизм. Плюс нарушается принцип для следующих поколений распределения жилья, что вырастут дети, значит, родители останутся в этих больших квартирах, дети опять будут эти пятикомнатные, трехкомнатные, четырех покупать. Что это такое будет? Неправильно. Поэтому с учетом вот этих оговорок я разделяю взгляды автора. Спасибо. Так, пожалуйста. Спасибо большое. Сан Сергеевич, кто еще хочет выступить, пожалуйста? Поделиться своими соображениями. Мы думали, что тема такая острая. Да, вот, пожалуйста. Товарищи, ну вот я в 77-м году родился, поэтому хорошо помню, например, как мы жили, значит, начиная с 84-го года, когда уже был первоклассником и самостоятельно в магазин ходил. Ну вот я посмотрел, вот здесь экономические расчеты, значит, ну вот могу сказать по конкретный пример нашей семейки. Да, получали, получили жилье от государства совершенно бесплатно. Значит, дачу 6 соток тоже государство предоставило совершенно бесплатно. Ну понятно, что жилье, оно, значит, строилось там от, одна квартира от завода, другая от государства. Понятно, что это общественный фонд потребления. То есть стоимость была изначально заложена, это все было. В школе учился, значит, в 84-м пошел бесплатно за государственный счет. Образование было весьма квалифицированное, всем равное, всем доступное. Учебники были превосходные. Значит, все это школьники получали бесплатно за счет государства. Понятно, что это тоже фонды общественного потребления. Медицинское обслуживание населения. Ну если человек заболел, такое со школьниками часто бывает. Квалифицированная, всем равная, доступная медицинская помощь. По потребности тоже абсолютно бесплатно за счет, значит, фондов общественного потребления. Зарплату родственникам, которые работоспособные, выплачивали регулярно, без всяких задержек. Те, кто пенсионеры, получали довольно приличную пенсию. Дед, ветеран войны на Ижорском заводе, он и пенсию получал 100%, никаких вычетов и зарплату 100%. Вот что удивительно, сейчас буржуи брешут, будто бы там у работающих пенсионеров вычитали якобы полпенсии или ползарплаты. Брехнячь, уж собачий. Дед на Ижорском заводе, и пенсия 232 рубля, и зарплата 350 наличными, и никаких вычетов. А вот, значит, государство, советское, социалистическое, обеспечивало людям, в том числе из фондов общественного потребления, очень превосходные условия. И, к сожалению, многие не ценили это, а ценили, когда потеряли уже. И сейчас вот говорят, что то, что сейчас творится, мы раньше жили почти как при капитализме. Ну, если сравнивать с нынешними временами. Транспорт общественный 5 копеек. Это при капитализме? Нет, ну, я помню, я вот с 84-го, до 84-го, мне до 7 лет он был бесплатный, с 84-го 5 копеек в метро. Значит, ну, это по сравнению, если сравнивать нынешние, с теми, что было хотя бы до Горбачевщины. Вот, значит, транспорт работал исправно, значит, цены копеек, да, транспорт копеечный. Я очень хорошо помню, что единый проездной билет на все виды городского транспорта, включая метрополитен, без ограничения на количество поездок, Значит, если не ошибаюсь, в 86-м году стоил 7 рублей советских. И сколько угодно катайся на автобусах, троллейбусах. Да, это все фонды общественного потребления. Понятно, что, значит, когда человек работал, то, значит, часть его зарплаты шла, скапливалась непосредственно в фонде общественного потребления. И потом уже из этого фонда общественного потребления шли расходы и на медицину, и на образование, и на строительство жилья, и на дешевый транспорт. Библиотеки бесплатные до сих пор, кстати, вот с тех времен, значит, пойти в библиотеку ничего платить не надо. Значит, в домах культуры в то время всегда было почти все задаром, тоже это все из фондов общественного. Да, конечно, государство могло бы позволить все-таки и больше платить наличным и зарплаты, и пенсии, вот, и снижать все-таки цены. В ценах, вот, значит, я стал уже ориентироваться с 1984 года, действительно, они были стабильно низкие, стабильно низкие. И первое повышение, которое я запомнил, оно, если не ошибаюсь, то ли в конце, по-моему, в 90-м году, когда метро стало 15 копеек. То ли 9-м, как метро, как метро. Я считаю, что, значит, если бы советское государство все-таки при составлении государственного бюджета увеличивало бы фонды общественного потребления хотя бы на 5-7%, то есть сделало их больше бы, потому что, на мой взгляд, почему вот люди так легко купились на весь все обещания капиталистов. Если бы государство в 1984 году могло, вот, идти по этой линии, увеличивать фонды потребления... Ну, вполне, 5-7%... А какое было государство, какого класса в 1984 году? Бюрократии. Социалистичность. Если бюрократия, то почему бюрократия должна увеличиваться? Значит, но, если бы... Это классовый характер бюрократии, такой класс есть? Был и есть такой. Класс. Прослойка. Нет, ну, а классовый характер государства какой был у нас в 1984 году? Раз уж вы взялись про себя говорить, ну, давайте до конца. Значит, по... В 1984 году какой классовый характер государства? По названию, оно... Не по названию, а по существу. По сути, значит, власть принадлежала номенклатурной партийной бюрократии. Классовый характер какой? Полубуржуазный. Я считаю, что полубуржуазный. А есть полубуржуазный класс? Не бывает. Значит... Ну, как вот, Ленин ставил вопрос. Либо государство одного класса, либо противоположного класса. Значит, мелкая буржуазия, копавшаяся в органах государственных. Что, крестьяне там оплопались где-нибудь? Михаил Васильевич, что, в Верховном Совете не было бюрократов? Вы же сейчас выступаете, я молчу. Михаил Васильевич, ну, я понимаю, что... Почему тут бюрократы? Бюрократы есть при социализме, при капитализме. О чем вы говорите? Они в БХС боялись. Рабочек-христианской. Ну, какое было государство? Какого класса? Рабочек-христианское. Рабочек-христианское государство в 1962 году расстреляло рабочих. Ну, вот, если вас взять в вашу потенцию, ну, что вы говорите? Значит, Михаил Васильевич, позвольте, все-таки я договорился немножко. Так вот, почему люди так легко бились на обещание либералов? Степан Сергеевич, ну, это же семинар, давайте другим искать. Спасибо. Очень хорошее вы, так сказать, вы поделились своими впечатлениями, это очень ценно. Правда? Ценно и интересно, потому что это конкретные зарисовки. А вы опоздали, посидите, пока послушайте. А кто хочет выступать? Вот у нас есть люди, которые вовремя пришли, они и выступают. Пожалуйста. Проходите сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, вас иначе не будет слышно. Себя назовите, пожалуйста, и выступайте. Нет, вот, назовите. Да, да, Семенова Татьяна Борисовна. Вот по поводу распределения, значит, по потребностям, но это уже более поздней стадии социализма, коммунистическая, там, где высокое сознание трудящихся. А пока мы по труду, что можем сказать, то, что пережили, вот, в 60-х, допустим, годах, если говорить о спорте. У меня муж был спортсмен. Пожалуйста, создавали условия для массового спорта. Ну, по примеру просто, а не потому, что вот кто-то там так. Пожалуйста. Был заинтересован человек заниматься спортом. И организации создавались на предприятиях. Сборы спортсменам, которые того достигли, могли разъезжать по различным точкам Советского Союза с оплатой, со средней оплатой, значит, заработной платы. Со средней оплатой, пожалуйста, ты мог, я просто по примеру знаю, в семье своей, пожалуйста, все без ограничений. Никаких препятствий нигде не существовало. И бесплатное питание, и талоны, и семья там могла, только ходи, занимался. Стадионы везде существовали. Сейчас они, пожалуйста, закрыты. Вот у нас на Крестовском массовая застройка для богатых. Всем это известно. Вот логичный пример. По труду было и, пожалуйста, вот на этой самой первой стадии, значит, нашего коммунизма. По труду, вот по труду можно было так жить. Нет, это фаза по труду, и вот в тот период, я имею в виду тот период, это по потребностям потом высокое сознание. Пока мы, значит, по труду. То есть, чем лучше трудился ваш муж, тем больше он мог заниматься спортом. Я бы не сказала, нет. Я бы так не сказала. По труду это означает, что если, скажем, я больше вас трудился, иду к трудному врачу. Распределение. Нет, я не к этому, что первая стадия это распределение по труду. А откуда вы такое взяли? Ну, как бы, как бы. Ну, вот вы рассказываете нам, что как раз не по труду. Вы рассказываете, что кто хотел заниматься. Ну, это лично, это уже на каждом предприятии. Это не лично, да? А в других предприятиях вообще не существовало, кто не хотел и не занимался. Ну, и что вы говорите? Ну, я вам, вот этим не высказать, а вы потом объясните то, что я понимаю. Вот, я не понимаю по-другому. Я только понял, как. А сейчас внучка занимается. Все против. Вы все правильно понимаете. Со мной, с одним, что в коррективу. Да. Вы должны понимать и то, что то, что вы рассказываете, подтверждает все, что распределение по потребности. Ну, что пора. Потому что, вот, больше было потребности. Потому что, вот, коммунистическое. Лыжи давали бесплатно? Бесплатно давали, все давали, да, по потребностям. А если сломали лыжи? Тоже могли заменить, не проблема. Ну, же заменяют без проблем. Все, все, все. А если, вот, у меня майка порвалась спортивная? Тоже по потребностям, согласна, не возражаю. Ну, вот, что-то я понимаю. А некоторые, вот, говорят, спасибо большое вам, очень хорошо. А сейчас уже по-другому. То есть мы привыкли повторять, что по труду. А вот о чем и Виктор Иванович говорил, что вроде бы, кажется, по труду. А на самом деле, ну, картошку 10 копейки, что стоит килограмм. Вы будете есть, сколько у вас потребность, или сколько вот вы трудились и будете покупать больше картошек? Нет, нет. То есть такие цены, при которых видимость такая, что по труду, а на самом деле по потребности. Горячая вода. Сейчас, вон, счетчики везде ставят. А так, ну, сколько вам надо воды? Ну, и вы, пожалуйста. Все, ну, сейчас снимается. Сейчас даже нет платных телефон, бесплатный по 0,9. Не знаю. Где в больнице и то. Все на деньги. Сейчас это понятно. Сейчас понятно. Сейчас понятно. Мужка у меня занимается с кожей, все на деньги. Вот сравнение у меня личное вот такое. У вас есть желание, Виктор, пожалуйста. Я хочу сказать, что при советской власти была уверенность завтрашним дней. Не так, как при капитализме. Что сидишь, трясешься за себя, допустим. Так, уверенность завтрашнего дня не было. Не отправляйте. Мы не про труд говорим. Что не было такого понятия, как безработица. Если кто-то, допустим, говорит... А вы говорите, это сейчас не будет. А, это сейчас не обсуждается, да? Потому что... Была техника безопасности, например. Это тоже не обсуждается сейчас. Давайте вопрос, который поставлен. У нас скоро уже закончится. Ну, понятно. Поэтому у нас попотребуется. Значит, почему уверен в завтрашнем дне? Если бы только было распределение по труду, тоже была бы уверенность, что я буду трудиться. Ну, я хорошо, хорошо. Я скажу такую вещь. Например, я ездила в колхоз. А вот если я получил увечье, я не могу трудиться. Вот. То что? Вот тогда общественные фонды включаются. И поэтому уверенность в завтрашнем дне. То есть уверенность в завтрашнем дне означает, что... Ну, правильно. Вы способны, пожалуйста, будьте добры, трудитесь. Ну, правильно. А нет, вы способны. Будьте добры, так сказать, получите. Ну, я знаю. Я бы даже в колхоз ездили, в колхозе работаешь, уйдет, допустим, зарплата. И на предприятие. Значит, вот эта уверенность в завтрашнем дне давала и распределение по труду? Да. И распределение по потребностям. И распределение по потребностям. Просто немножко мне не хватает вот этого сказать. Вот так, как я могла, все споро. Еще кто дает выступить? Значит, ну, позвольте мне теперь тоже несколько слов сказать. С тем, что эта проблема, которую мы обсуждаем, непростая. Непростая. Я вот, прежде всего, хотел бы присоединиться к тому, что сказал Степан Сергеевич. То, что когда вот сейчас наблюдает в нынешнее время, некоторые думают, что так вот и будет. Так нигде нет при капитализме, как сейчас в России. Если вы поедете там в ту же Бергию, половина жилья наемные. То есть люди снимают жилье. Не купить им никогда, не купить эти самые основной массы трудящихся, не купить жилье. И так же будет и в России. И сейчас, вы уже знаете, есть такой клуб тех, кто имеет по 100 квартир. Вот те, кто имеет по 100 квартир, они, естественно, будут сдавать. И, так сказать, людям как бы обещали, вот те, кто делали контрреволюцию, дескать, зато у вас будет свое жилье. Но это свое жилье, это пока еще нет детей, нет у этих детей детей. А дальше начинается вот тот самый процесс. Купить невозможно, но можно снять. Но если раньше снимали вы за гроши, а теперь вы будете снимать. Ну, по 10-кратной или 100-кратной, более высокой цене. Это же самое жилье. Поэтому у нас этот процесс развивается. И скоро у нас будет во всю то же самое наемное жилье. Вот посмотрите, например, кто знает, так сказать, дом, из которого Ленин пошел в Смольный, да, на Зердобольской. Это был дом, как раз, в котором были квартиры, которые сдавались в наем. Да, доходный дом. Ну, такие доходные дома и будут. Если сейчас в Москве 70% пустует построенного жилья, то это значит, что их готовят к тому, что вот, так сказать, купить вы не сможете, но можете вот пока снять и так далее. Ну, я обратил бы внимание и на другой, вот, на источники. Какие у нас источники для углубления этой проблемы, для лучшего понимания? Это, во-первых, критика ГОСКОЙ программы Маркса. Где он очень четко говорит, что вот он слово «социализм» вообще не употребляет. И это надо вот тоже иметь в виду. Он говорит, что есть коммунизм, который проходит в следующей фазе. Переходный период от капитализма к коммунизму. Потом коммунизм в первой фазе и коммунизм во второй фазе. Поэтому ставить так вопрос, как, скажем, Хрущев ставил, при социализме такой принцип распределения, а при коммунизме такой принцип вообще нельзя. Потому что социализм тоже коммунизм. Второй источник – это государство и революция. И в первом, во втором источнике, в Ленин, государство и революции, говорится о том, что в первой своей фазе, на первой своей ступени, коммунизм не может быть вполне зрелым, вполне свободным, а следует притрадиться социализм. А вот третий источник, который я бы поставил на первое место, в связи с нашей проблематикой, для того, чтобы лучше понять, это вот программа партии, которую разрабатывали Ленин и Плеханов, или Плеханов и Ленин, даже так можно сказать, и в которой самые важные коррективы вот по этой части внес Ленин. Как у Плеханова ставил вопрос, что будет распределение, что при коммунизме, при социализме цель социалистического производства, писал в своем проекте Плеханов, удовлетворение нужд общества. Это что такое? Удовлетворение нужд, это удовлетворение потребностей. Поэтому, когда вот сегодня мы так вот празднично это обрисовываем, по потребностям, по потребностям, это еще не очень все здорово. Вот это, Ленин к этому отнесся весьма отрицательно. И сказал, что такую-то организацию общества еще и тресты могут дать. Кстати, у Ленина вы можете найти, что надо сделать у нас так же, в Советской России, как, скажем, в Швейцарии, в библиотеке, бесплатно работают с 8 до 23 часов. А у нас сейчас, и уже в эти годы, о которых вы говорите, уже работали так, 12 начинают, всем заканчивают. Те, кто в первую смену, не могут туда идти, что там идти на 2 часа. А те, кто во вторую смену, тоже не могут там на 2 часа. А я еще застал время, когда огромная была очередь с Невского проспекта до читальных залов библиотеки на Фонтанке. На Фонтанке в этот раз для тех, кто не научный работник, а обычный человек с паспортом, приходишь и идешь в библиотеку. Ну, а теперь, так сказать, этих очередей нет, потому что неудобно работать, и трудно ли добраться, и так далее. И времени нет. Потому что, чтобы читать, нужно иметь время. А время забирается, как урочная работа. Так вот, что в этой программе партии говорилось у Ленина? Ленин говорит, что это недостаточно. Надо, чтобы было полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Вот что является целью социалистического производства. А распределение надо отдельно брать, как-нибудь рассказывать, распределение при коммунизме. Или это выводится из цели производства? Если вы вводите из цели производства, то будет не распределение по потребности, а будет распределение в соответствии с целью производства. Я правильно сказал? Сначала, в соответствии с целью Какое производство, такое распределение Правильно? А значит не все ваши потребности Будут удовлетворяться, товарищ Денисов Если у вас будет потребность наркотики курить Ты на кой черт мне это такая Не знаю, все так говорят Если я водку Ну водку-то пили И пьянство-то было при социализме В огромном количестве Значит потребность Потребность, это паразитическая Много, много, много И водка была одним из источников Дохода государства В том числе и при Сталине Что значит мало? Вот они тоже считают, что мало Вот те, кто пили, говорят мало Только чуть-чуть Со временем хотел Сталин Отменить монополию Не надо заниматься Приукрашиванием Нет, Сталин хотел отменить монополию Хотел Отменил Хотел или отменил? Нет Не отменил Но не об этом мы говорим Мы говорим, что потребность такая была То есть не надо молиться на потребности То есть человек может иметь потребности Которые не способствуют его развитию Это спорная вещь или бесспорная вещь? Вот Денисов сразу сказал Нет, нет, нет Он сразу понял Не все потребности являются такими Которые нужно удовлетворять Поэтому речь должна идти Не просто о удовлетворении потребностей О удовлетворении тех потребностей И в той мере В какой это необходимо Для свободного всестороннего развития Кого? Не некоторых только членов А всех членов общества А раз всех членов общества Значит из-за общественных фондов потребления Они же не безграничны Надо в первую очередь давать тому Кому больше требуется Не тому, кто потребует И даже не тому, кому больше хочется Так? Это уже по желанию будет Или по хотению По моему хотению А кому больше требуется Для свободного всестороннего развития Детям больше требуется Инвалидам больше требуется Больше требуется, скажем Больше требуется Это даже в войну себя проявляло Когда карточки были Больше требуется тем, кто занят на тяжелых работах Вот у них одно А скажем, для служащих Меньше давали хлеба В том же самом Ленинграде То есть этот принцип проводился Не только в хорошие времена И в самые тяжелые времена То есть давать больше тому Как больше требуется С точки зрения осуществления Цели социалистического производства А цель социалистического производства И цель коммунистического производства Они никак не расходятся Цель социалистического и коммунистического производства И одна и та же цель Другое дело, что социализм То есть низшая фаза коммунизма накладывает ограничения. Какие ограничения? Ну не всё можно, потому что вы человеку даёте всё в соответствии с тем, что нужно для его развития, а он не работает. Поэтому нужно ещё экономическое принуждение. И вот это и есть, вот то, что и нет ещё. Вот хотя везде написано, вот в этой программе написано, в третьей, в учебниках написано, от каждого по способности, от каждого по труду. Это говорит об ограничении умственном, тех, кто пишет. Потому что неправильно принцип формулируется. Не от каждого я от вас должен требовать, чтобы вы трудились, от вас. А каждый по способности, каждый должен давать принцип социализма и коммунизма. Каждый по способности, каждому по потребности. Второй принцип. Каждый по способности, каждому по труду. И вот этот каждый по труду, это принцип дополнительный. Дополнительный. Потому что если вы будете только распределять в соответствии с тем, что необходимо для развития человека, у вас вместо развития человека может получаться, что вы поощряете тунеядцев, тех, кто бездельничает. Не учитывайте, что труд очень сильно разница. Скажем, есть потребность того, чтобы улучшать условия труда. Для этого нужно всем трудиться. Если этого нет всего общего труда. Если государство даже применяется, то тоже связано с тем, что еще в длине сами не полностью трудятся по способностям. Или вы скажете, что при солидарии все трудились по способностям. Трудились, в том числе потому, что не все им давали по потребности. В основном мы трудились по способностям. Мы все трудились, был большой выбор. Правильно, в основном. В основном. Но только не надо заезжать в такую сферу, где вы будете доказывать, что государство в первой фазе коммунизма не нужно. Или нужно государство в первой фазе коммунизма? Нужно. А государство это что такое? Это орган принуждения. Поэтому принуждение двоякое. Экономическое принуждение. Не будешь работать, не получишь. Получишь по потребности. Дети твои будут сыты. Все равно. Никто не будет придать. Жилье у тебя будет над головой. Потому что это первое условие. Не так ставится вопрос, что не будешь плохо работать, будешь жить на помойке, как сейчас бомбриру. Нет. Ты не получишь то, что необходимо для твоего питания, если не будешь трудиться. Это же экономическое принуждение. Так надо и понимать, что основной принцип связан не с принуждением. Основной принцип связан с тем, что в основном люди трудились для общества. И, соответственно, общество в основном и обеспечивало их развитие. Но, поскольку не все трудились и в разной степени не вполне со своими способностями, а думали, как дать, и были такие, которые думали, как дать поменьше и похуже, прямо об этом Ленин говорил, и дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. Были такие? Были такие. Вот чтобы такие или такие тенденции были, или недостатки такие были у людей. Вот для этого существовал еще второй, вторичный принцип распределения по труду. И то он носил на себе, как показал Виктор Иванович, уже проявление того, что даже и здесь все-таки картошку, так сказать, хоть она вроде как распределялась за деньги, но за малые деньги, там, то же самое капуста, тот же хлеб, тот же транспорт и так далее. А что касается вот таких вещей, которые связаны там с физическим развитием, без которого никакого труда не может быть, а нет тут по потребности. Действительно бесплатно все, вот в этом смысле спор. Что касается умственного развития, образование, то же самое. Что, если у вас родители, значит, у них мало денег, так не надо учить детей? Надо учить детей. Каких? Любых, в том числе и тех, у кого родители плохо работают, или пьянствуют, а детей все равно учить надо. То есть общество думало об этом, и это вытекало не из того, что вот просто хорошие люди, а из цели производства. А что касается 84-го года, Дмитрий Леонидович, вы должны вот как раз подумать теперь, поскольку вы не просто заниматься воспоминанием, а анализом того, что стало происходить с этой системой распределения, начиная вот с 22-го съезда, когда совсем другой принцип выдвинули, просто вместо цели производства, которая была сформулирована Лениным, была в первой и второй программе, уже другая цель. Какая? Все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей. Какие потребности? Это не важно. То есть то, что у Плеханова было, и то, что было отвергнуто самим же и Плехановым, под воде всем Лениным, и то, что было сгарплено, выброшено было из программы, и что стало происходить? Разве вот эта проблема повышения цен на масло и мясо, она что, только в 84-м? Она раньше намного возникла при Хрущеве. И если придаваться воспоминаниям, я помню, как у меня мать и отец принесли черные батоны вдруг, а на следующий день Кировский завод остановился и сказали, что если будет дальше черные батоны, мы работать не будем. Пошли опять белые батоны, но это было использовано, чтобы начать закупки зерна в Канаде, за границей, Хрущеву. То есть фокусы, как будто у нас, у нас сейчас вот много зерна, почему? Потому что порезали скот. У нас было 9 миллионов крупного рогатого скота в 90-м году. А сейчас, простите, 20 миллионов, а сейчас 9 стало. И молочного у нас скота мало. А раз мало, давайте, значит, на мясо порежем и дальше идет. Не надо, фуражное зерно нам не нужно. Давайте его продадим. Поэтому мы его вывозим на экспорт. Вывозим на экспорт, потому что у нас слабо развивается животноводство. Мы обеспечиваем себя молоком, Россия, только на 80%. И часть коров, которые сейчас дают молоко, они заражены болезнью, которая, вообще говоря, не позволяет использовать это молоко. Но продолжается использование этого молока. И поэтому мы наблюдаем, как, несмотря на какие бы то ни было потребности, значит, пальмовое масло добавляется везде, там, в сыр, в масло, во все продукты, вплоть до, там, скажем, печенья Мария, в котором, казалось, ничего не должно быть. Вы почитайте, что там написано. Тем более люди сейчас, так сказать, плохо видят, потому что освещение плохое. Мелко пишут. А мелко пишут так, что вот, если вот прочитать, то после этого человек ни за что есть не будет. Вы любите глиссериды жирных пислот и фосфаты, нет? И растут детские болезни. Да, и растут детские болезни. Поэтому вот я думаю, что если мы вот такой взгляд дадим, и выводить будем распределение из цели производства, и не забудем, что социализм, хоть это и низшая фаза, но это уже коммунизм. И что не строительство коммунизма, это было перерастание социализма, полный коммунизм, который был остановлен уничтожением государства, диктатуры, пролетариата. Остановлено и начался обратный процесс. И вы успели на этом ветке еще хорошо пожить, потому что еще в детстве не развалился совсем социализм, а по крайней мере долгая инерция оставалась. Потому что переходный период от капитализма к социализму занял, ну где-то с 1917 по 1936 год, по 1935 допустим, это 18 лет. А переходный период от социализма к капитализму с 1961 по 1991, 30 лет. Поэтому такая мощная была система, и она настолько, так сказать, в людях сидела, в людях, в отношениях, что несмотря на то, что ее активно разваливали, и Хрущев, и дальше все, там никаких принципиальных различий между ними не было. Конечно, вот, скажем, тот же самый Брежнев, ну, в адрес Сталина положительно, так сказать, как-то высказывался, или там некоторые добавлял к общенародности еще и классовость. Наша партия, она став общенародной, она еще и классовая. Наша государство, став общенародной, она еще и классовая, только потом какой класс выяснилось попозже. Какого класса это государство? И так далее. Почему, скажем, ГКЧП ничего не могло решить? Да потому что у них позиции политические были такие же, как у Горбачева. Нет у них принципиальных различий. Поэтому вот для нас очень важно выяснить эту вот такую ясность добиться, прояснить для себя смысл основных таких понятий, имея в виду, что для строительства нового общества нужно ясно знать, что мы хотим построить. Вот мы хотим построить общество, или вновь возродить то общество, в котором распределяется все в соответствии с целью производства, лишь с теми ограничениями, которые связаны вот с отпечатками старого строя. Чем меньше отпечатков старого строя, тем меньше распределение по труду, тем больше распределение вот через общественные фонды потребления. И постепенно, постепенно совсем мы избавляемся от распределения по труду. Ну, например, как повышалась реальная зарплата? Очень просто. Повышаются, понижаются цены. На что они понижаются? На то, чего стало больше. Зачем? Только сумасшедший будет понижать цены на то, чего не стало больше. Правильно? Поэтому понижаются цены и повышается реальное содержание зарплаты. И это было главное направление повышения, было состояние трудящихся. Ну, а что касается, скажем, вот такой практики, когда начинали повышать зарплату, в отличие от того, что было во вторую пятилетку, что началось на этой нисходящей линии социализма, на переходный период, когда главным становится только повышение номинальной зарплаты, то получается общее увеличение спроса на что? На все. А производительность труда на все одинаково выросла? Нет. Значит, в страшном дефиците становятся мясо, масло, овощи, потому что нет там роста производительности труда вручную. И сейчас картошка вручную в основном производится. И капуста в основном вручную, и так далее. То есть, поэтому, если вы просто будете повышать зарплату, у вас все перекосится. А если вы снижаете цены, так вы снесете цены на то, чего стало больше купить, это то, что стало присутствовать в большем количестве на посуду. Посуды стало больше, снизьте цены на посуду, и все. То есть, вот это еще требует дополнительного обдумывания, это требует осмысления, и требует осмысления с точки зрения понимания социализма, именно как коммунизма, его первой фазе. Не только с точки зрения того, что вот оно, еще имеет отпечатки страдания, а имеет, но прежде всего оно коммунизм. Хотя и с отпечатками, которые тоже присутствуют и проявляют себя по отношению к людям, по отношению к распределению, в применении одинакового масштаба к различным людям. Прямо Ленин говорит, один здоровый, другой больной. У одного маленькая семья, у другого большая. А принцип распределения по труду означает, я в два раза больше проработал, чем вы, дайте мне в два раза больше. А у меня, я один, а у него пять человек, кому надо дать больше? Поэтому, а вот принцип распределения по труду этого не учитывает. Он не учитывает то, что учитывает цель социалистического производства. Вот тогда у нас это все связывается не так, что вот есть один принцип, есть другие, и мы их тасуем. Не тасуем. У нас есть основной принцип распределения в соответствии с целью производства, и он выражается двояко. И в виде распределения через общественные фонды, между прочим, оно и не обязательно может называться распределением по потребности. Распределение через общественные фонды в соответствии с целью производства. И распределение по труду, которое является формой экономического принуждения. Вот так это дело выглядит в целом. Какие есть еще тут вопросы или замечания? Тогда заключительное слово мы, наверное, попросим сделать Виктора Ивановича. Ну, коротко будем считать, что дискуссия должна быть и активной, и полезной. Во всяком случае, эти вопросы, на некоторые вопросы ответы даны, некоторые вопросы поставлены, и будем дальше эту тему разбирать. Значит, я хочу пожелать вам, во-первых, хорошо встретить Новый год, это раз. Во-вторых, не нужно отдыхать, конечно. Вот это и второе. Второе занятие. Значит, в газете «Народная правда» можете взять точно. Обубликован план занятий университета рабочих корреспондентов на следующее полугодие. Начинаем мы 4 февраля. 4 февраля, как обычно, да. Из учетом тех тем, большинства тем, которые написаны, как-то не изговариваясь, я настоятельно рекомендую после встречи Нового года взять работу Ленина «Империализм. Как высшая стадия капитализма». Ее внимательно почитать, изучить. Вы готовы во всеоружии к нашим занятиям. Субтитры создавал DimaTorzok